Кляжу я в тварь Отличие этого вида обучения, наверное, принципиальное в том, что молодые певцы, я по себе могу судить, имеют прекрасную возможность получать опыт непосредственно в живых спектаклях театра, выходя на сцену в одних и тех же представлениях вместе с более опытными своими коллегами. И, на мой взгляд, это самое, по крайней мере, в моем случае, я помню, что это дало, пожалуй, самый мощный толчок. Может быть, даже оставило какой-то импульс на всю жизнь, потому что даже сейчас, выходя на сцену, я все равно как-то в какой-то мере чувствую себя учеником, студентом, который пытается у своих коллег что-то, к чему-то каждый раз научиться, к чему-то прислушаться, что-то использовать для себя. Есть какие-то критерии, артистизм, интонация, манера держаться. Какое-то бывает, что человек, может быть, как-то не совсем отесан в смысле стиля, но видно, что у него такая большая душа, что он так трогательно как-то подходит к интерпретации текста. Это комплекс, я не могу как-то, для меня нет ничего основного. А бывает так, что человек поет фальшиво, и вся эта душевность разрушается. Это комплекс. Я думал, что основной совет не нужно, вот свою ошибку, я просто помню, что кажется, что этот конкурс в моем смысле это было так, что я так сильно расстраивался по поводу, когда я не выигрывал, я ни одного конкурса не выигрывал, я получал призы, но первую премию я ни разу не получил. И, естественно, расстройство, но жизнь идет дальше, и если на конкурсе что-то не получилось, это не значит, что ничего не получится в карьере, надо быть уверенным в себе, верить в себя, в свои силы, любить музыку, любить зрителя и относиться к этому с большой такой, очень эмоционально, скажем, к своей работе. С одной стороны, с другой стороны, ну не делать трагедию. То есть удача – это совокупность неудач. И одна, то есть если что-то не получается на конкурсе, я думаю, что дальше все получится.